Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре «Формирование основ патриотизма и духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста с использованием цифровых образовательных ресурсов». И мы будем разговаривать об этом сегодня на примере цифровой образовательной среды МЭО. Мы с вами знаем, что с 1 сентября 2023 года мы все уже начали работать по федеральной образовательной программе дошкольного образования. Посмотрите, главная цель федеральной программы – это разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей именно на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. Какие же основополагающие функции дошкольного уровня образования прописаны в федеральной образовательной программе? Мы здесь с вами на слайде видим, что одна из функций – это обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту, содержании и доступными средствами. Это создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным, духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения, как знающего и уважающего свою историю и культуру, своей семьи, большой и малой родины. Давайте рассмотрим, как происходит формирование основ гражданственности и патриотизма в федеральной основной программе дошкольного образования и именно по образовательным областям. В области социально-коммуникативного развития перед нами стоят задачи уже в 3-4 года – обогащать представление детей о малой родине, поддерживать их отражение в различных видах деятельности. Уже с ребенком в младшей группе педагог знакомит их с населенным пунктом, в котором он живет, знакомит с ближайшим окружением дошкольной образовательной организации, обсуждает любимые места населенного пункта и пробует вызвать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается вместе с детьми природными явлениями и поддерживает отражение детьми своих впечатлений в разных видах деятельности, конечно же, в первую очередь в игровой. В возрасте 4-5 лет перед нами стоят уже следующие задачи – это воспитание уважительного отношения к родине, к большой родине, символам страны и памятным датам. И педагог, конечно же, знакомит детей уже в средней группе и с гербом, и с гимном, и с флагом Российской Федерации, обогащает представление детей о государственных праздниках. Мы уже знакомим детей в средней группе с Днем Защитника Отечества, и с Днем Победы, и эта федеральная образовательная программа нам прописала. Стоит такая задача, как воспитание гордости за достижения страны в области спорта, науки, искусства, в других областях. И поэтому мы знакомим наших детей с людьми, которые наиболее успешны в этих областях. Знакомим с героями спорта, знакомим с первыми космонавтами. Развиваем у детей интерес к основным достопримечательностям населенного пункта, в котором они живут. И, конечно же, поддерживаем интерес к народной культуре страны, к традициям, к устному народному творчеству, к народной музыке, к танцам и играм. С детьми старшей группы в возрасте 5-6 лет в области социально-коммуникативного развития задачи уже более обширные стоят перед нами. Это воспитание уважительного отношения к родине, к людям разных национальностей, проживающих на территории России, к их культурному наследию. Мы знакомим детей с содержанием государственных праздников, традициям празднования, развиваем патриотические чувства и уважение и гордость за поступки героев Отечества и достижения страны. И поддерживаем детскую любознательность по отношению к родному краю, вызываем эмоциональный отклик на проявление красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях природы. И педагоги, конечно же, продолжают знакомство и с символами не только нашей большой Родины, но уже обращают внимание на то, что есть свои символы и в той местности, в которой живут дети. Знакомят их с символами, с основными какими-то памятниками культуры большой Родины и показывают то, что есть рядом. Обогащаем представление детей о государственных праздниках, раскрываем их более подробно и полно, как мы сегодня с вами поговорим, как это делается. И все происходит через региональный компонент. Знакомим с большим, переходим к малому. Знакомим с малым, переходим к большому. И, конечно же, поддерживаем проявление у детей первичной социальной активности, желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет. В области социально-коммуникативного развития с детьми подготовительной группы задачи стоят уже более обширные. Мы продолжаем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к Родине, к представителям различных национальностей, проявлять интерес к их культуре и обычаям. Расширяем представление детей о государственных праздниках, поддерживаем интерес детей к событиям, происходящим в стране, развиваем чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки, искусства, служения и верности интересам страны. Знакомим с целями и доступными практиками волонтерства. Это впервые прописала перед нами образовательная программа. И мы теперь включаем детей при поддержке взрослых в различные социальные акции. Мы и раньше это делали в детских садах, но теперь перед нами стоит такая конкретная задача. Развиваем у детей интерес к населенному пункту, в котором живет ребенок, переживая чувство удивления, восхищения достопримечательностями событий прошлого и настоящего. И, конечно, поощряем активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания. Посмотрите, какие задачи стоят в области познавательного развития. В младшей группе это обогащение представлений ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам. Да, действительно, мы знакомим детей с ближайшим окружением. Это родители, бабушки, дедушки и те взрослые, которые непосредственно окружают его в детском саду. Мы говорим о членах семьи и учим обращаться к ним по имени. Мы говорим о воспитателях, о педагогах, которые работают с ребенком, и учимся обращаться к ним по имени-отчеству. И знакомим, конечно же, с населенным пунктом, в котором живет ребенок, и даем начальное представление о родной стране, и о некоторых наиболее важных праздниках мы уже с вами два упоминали. В возрасте 4-5 лет задача расширяется познавательного развития. Мы говорим о малой родине, поддерживаем интерес к стране, знакомим с традициями и праздниками, и принимаем активное участие в подготовке к праздникам. И учим детей эмоционально откликаться на участие в них. Конечно же, основные праздники по знакомству, по привлечению к патриотизму – это День защитника Отечества и День Победы. Но есть еще и региональные праздники, которые могут праздноваться в вашем регионе, связанных с освобождением страны в определенный период, и к которым посвящены определенные мероприятия. Уже со средней группы мы знакомим детей с этими мероприятиями и привлекаем их по сильному участию к таким празднованиям. В содержании образовательной деятельности воспитатели это учитывают и продолжают расширять представление детей о членах семьи, о малой родине, об отечестве и о населенном пункте, в котором они живут. В области познавательного развития у детей старшей группы в содержании образовательной деятельности прописано, что педагог расширяет первичные представления о малой родине и отечестве. Продолжаем говорить о населенном пункте, уже рассказываем об его истории и особенностях, какой-то населенный пункт городского типа, сельского типа. И уже называем определенные улицы и говорим о некоторых общественных учреждениях. Развиваем познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее столице, о государственном флаге, гербе, о государственных праздниках России и о памятных исторических событиях и героях Отечества. Формируем представление о многообразии стран и народов мира и формируем представление о том, что люди бывают разных национальностей и нам нужно всем жить мирно и существовать так, чтобы мы поддерживали друг друга в нашей большой многонациональной стране. В возрасте 6-7 лет в содержании образовательной деятельности в области познавательного развития педагог продолжает расширять представление о родном населенном пункте, рассказывает более обширно о родной стране. И уже мы говорим о том, что дети должны сами называть, что такое герб, что такое гимн страны, что такое атрибуты государственной власти. Они понимают, кто такой президент страны, где находятся столицы нашей страны, как она называется, какие крупные города рядом есть, какой населенный пункт, где они живут и региональное значение населенного пункта. Раскрываем и уточняем назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказываем о местах труда и отдыха людей, рядом в городе, об истории города, о выдающихся горожанах и о традициях городской жизни. Это все ваш региональный компонент, который вы можете очень полно раскрывать с детьми подготовительных к школе группы. И посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление у детей интереса к ярким фактам истории, культуры страны, общества и к некоторым выдающимся людям России. Это дает нам возможность проводить проектную деятельность с детьми подготовительных к школе группы. Если мы говорим о формировании основ гражданственности и патриотизма, мы, конечно же, не должны забывать и художественно-эстетическое развитие, эту образовательную область. Я не буду останавливаться на других возрастах, покажу вам здесь только, что в возрасте 6-7 лет стоит задача формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному наследию, к традициям своего народа, в процессе ознакомления с различными видами и жанрами искусства. И педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и жанров искусства. Мы знакомим и с архитектурой, мы знакомим и со скульптурой и малых форм, и с большими монументальными скульптурами. Мы рассматриваем картины и учим детей самостоятельно что-то делать. Это мы знакомим с художественными промыслами. В области физического развития, содержания образовательной деятельности мы здесь на слайде отразили только для старшей и подготовительной к школе группы, но, конечно же, оно есть и в более младших возрастах. В возрасте 5-6 лет это воспитание патриотических чувств и нравственно-волевых качеств в подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха. В возрасте 6-7 лет мы воспитываем патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в двигательной деятельности и в разных формах активного отдыха. И поддерживаем интерес к физической культуре, к спортивным достижениям России и расширяем представление о разных видах спорта. Когда же мы это делаем? В первую очередь, это, конечно же, когда мы проводим подвижные игры и говорим нашим детям о том, что это игры могут быть разных народов. Когда мы проводим спортивные игры, рассказываем об истории их создания, знакомим со знаменитыми спортсменами и привлекаем детей к активным формам отдыха. Хочу обратить ваше внимание, что федеральная образовательная программа составлена так, что у нас происходит тесная интеграция образовательных и воспитательных задач. И так, например, область социально-коммуникативного развития пересекается с ценностями воспитательных задач. Это ценности вы видите на экране, не буду всех перечислять, но, конечно же, это и родина, и труд, и милосердие. И все это мы раскрываем, когда работаем над задачами социально-коммуникативного развития. Когда мы с вами говорим о познавательном развитии, вот такие ценности воспитательных задач пересекаются с областью познавательного развития. Опять мы видим это и родина, и природа, и человек, и семья, и познание. Если мы с вами сегодня разговариваем о федеральной образовательной программе, мы не должны забывать, что мы теперь используем цифровые средства познания окружающего мира и формируем у детей первые основы цифровой безопасности. На слайде здесь сказано, где это говорится в федеральной образовательной программе. Что говорится, я не буду тоже сейчас все зачитывать, скажу только, что формирование цифровой безопасности у детей старшего дошкольного возраста прописано уже в содержательном разделе. Мы обсуждаем с детьми безопасные правила пользования сетью интернет, использование различных ресурсов. Мы с ними говорим о том, какие должны быть правила безопасного использования этих ресурсов. И, конечно же, мы используем эти ресурсы, в детском саду уже можем использовать, Санпина нам прописали, но для детей с 5-6 лет и с детьми с 6-7 лет. Дальше остановимся на следующих слайдах, я вам расскажу подробнее. Хочу вам рассказать сегодня о цифровой образовательной среде МЭО Детский сад. Она решает все эти задачи федеральной образовательной программы, помогает формировать информационную культуру дошкольников. Она безопасная, содержательная и качественная. У нее основные есть 4 курса, которые соответствуют каждой возрастной группе детского сада. И в этой системе есть инструменты управления образовательным процессом, которые вы можете использовать в своей работе. Какие, мы тоже подробнее дальше остановимся. Что же говорится о гигиенических рекомендациях по проведению образовательной деятельности с использованием в том числе разных цифровых ресурсов, но и в том числе и МЭО Детский сад. Вот здесь вы видите разделы и номера САМПИНов, в которых это говорится. И посмотрите, до 5 лет мы с вами, мы как педагоги, можем использовать цифровые ресурсы для подготовки занятий, для методических онлайн-пособий, для проведения досуговой деятельности, для индивидуальной работы и для совместных мероприятий с родителями. А вот с детьми уже 5-6 лет мы можем использовать интерактивную доску до 7 минут на занятии и до 20 минут в день. Или интерактивную панель, здесь немножечко поменьше время. С детьми с 6-7 лет мы можем использовать персональный компьютер до 15 минут на занятии и до 20 минут в день. Ноутбук 15 минут на занятии и 20 минут в день. И планшет 10 минут на занятии И до 10 минут в день. И одновременно на занятиях можно использовать не более различных двух электронных средств обучения. Здесь написано, что, допустим, если вы применяете доску, то у детей могут быть только ноутбуки, ну или только планшеты. Нельзя перемешивать эти электронные средства обучения. Какие же основные особенности содержания цифровой образовательной среды МЭО Детский Сад? Здесь представлены коротко 4 курса, полностью раскрыт курс 6-7 лет. Вы видите, что там 36 тем, они соответствуют календарно-тематическому планированию детского сада. Это 180 занятий, и в каждом курсе содержится более 400 интерактивных объектов. И сегодня мы с вами будем говорить о тех объектах, которые помогают нам в формировании основ патриотизма и духовно-нравственных качеств. Если мы говорим о социально-коммуникативном развитии этой области, вот здесь представлены подразделы этой области, сферы социальных отношений, формирования основ гражданственности и патриотизма, сферы трудового воспитания и формирования безопасного поведения. И буквально на каждый этот подраздел мы можем найти объекты в цифровой образовательной среде МЭО Детский Сад. Мы знакомы с государственными символами Российской Федерации. Это могут быть видеообъекты или это могут быть объекты, в которых интерактивность детей предусматривается. Мы говорим о том, как нужно вести себя на улице, какое безопасное поведение, какие правила есть. И это тоже на это есть объекты. Мы учим детей помогать старшим что-то делать дома. Это социальная сфера отношений, и на это тоже есть интерактивные объекты. И с правой стороны вы видите, что есть даже отдельные темы, которые полностью посвящены, например, азбуке безопасности. Коллективом авторов и методистами МЭО разработаны в этом году методические пособия, которые вы можете использовать в своей работе. Вы можете идти полностью по нашим занятиям, и каждое занятие использовать объекты так, как они представлены в той последовательности курсов, которые вы будете открывать. А можете взять задачу образовательной деятельности и посмотреть, какие же объекты вам подходят для решения вашей задачи, которую вы сегодня хотите раскрыть с детьми. И здесь представлены только две методички, 5-6 и 6-7 лет, но у нас есть методичка и для средней группы, которую вы тоже можете использовать в своей работе. Посмотрите, в области познавательного развития, здесь тоже коротко на слайде мы представили, что на все подразделы этой области представлены у нас объекты. У нас есть и знакомство с традициями народов мира, у нас есть знакомство с народами России. Мы говорим о природе России, о природном мире, и тоже на это есть объекты. И мы говорим о том, как и чем мы можем помогать дома и что мы можем делать. То же самое открываем методички и видим, что на все эти образовательные задачи коротко представлены темы и объекты, которые вы можете использовать в своей работе. Переходим с вами к федеральной рабочей программе воспитания, которая теперь составная часть федеральной образовательной программы дошкольного образования. Здесь на слайде вы видите цели и задачи воспитания, которые стоят перед нами. Основная общая цель воспитания дошкольной образовательной организации – это личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского народа. И мы с вами снова переходим к формированию патриотизма и духовно-нравственных качеств детей дошкольников. Здесь вы видите задачи воспитания дошкольной образовательной организации. Это мы должны и содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, о должном и недопустимом. Способствуем становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности, поступать согласно своей совести. Говорим о том, что нужно создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию и самовоспитанию. И мы должны осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада воспитывающей среды и создания воспитывающих общностей. Еще раз вернемся опять к интеграции с образовательными областями. Теперь посмотрим на это с позиции программы воспитания. Посмотрите, на слайде с левой стороны представлено направление воспитания, прописаны ценности, которые в каждом направлении представлены в федеральной рабочей программе воспитания. А с правой стороны слайда вы видите, что образовательные области раскрывают эти ценности. И поэтому за какое бы направление воспитания мы с вами не взялись в нашей работе, мы параллельно будем решать и образовательные задачи. И не нужно про это забывать. Также нами подготовлена методичка по федеральной рабочей программе воспитания. Она поможет вам спроектировать вашу деятельность. Здесь тоже есть отсылки к нашим объектам и темам, которые вы можете использовать уже, если вы хотите раскрыть определенное направление воспитания. В основе патриотического направления воспитания лежат ценности Родины и природы. Цель такого патриотического направления воспитания – это содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника, традиций, культуры, защитника Отечества и Творца, Созидателя, ответственного за будущее своей страны. И ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса любви, уважения к своей стороне. Мы про это уже с вами говорили. О том, что мы воспитываем уважение к малой родине, к большой родине, интересу к тому, что происходит в нашей стране. И патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое врастает из культуры бытия и особенностей жизни и уклада народных и семейных традиций. И работа по патриотическому воспитанию – это формирование патриотизма наследника. То есть мы сначала рассказываем ребенку, что у него есть база, на которой он растет, что-то интересное сделал его народ, чего-то добился, мы с этим знакомим. Потом мы формируем у него патриотизм защитника. Ты становишься защитником, ты тоже можешь защищать эту нашу родину и все то, что достигли наши люди и твои предки. И патриотизм созидателя и творца. Ты тоже можешь создавать что-то красивое, строить новые города, создавать предметы искусства, быть созидателем чего-то нового. И вот на это и направлена вся наша с вами деятельность уже в дошкольном возрасте. Задачи воспитания в образовательных областях, как я говорила, пересекаются с нашими образовательными областями. Мы область социально-коммуникативного развития соотносим с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлением воспитания. А образовательную область, познавательное развитие мы тесно соотносим с познавательным и патриотическим направлением воспитания. Что же мы можем использовать, какие объекты МЭО Детский сад для реализации программы воспитания. Если мы говорим сегодня с вами о патриотическом направлении воспитания, у нас есть такие объекты, как например очистим реку, откуда берется электричество. Мы можем с детьми поговорить об этом. Это как раз о том, что мы должны сохранить то, что у нас есть. Помните патриотизм разного уровня? Мы говорим о красной книге, о животных, которые мы должны сохранить. Книга эта открывается, часть объектов озвучена, картинки можно увеличить, рассмотреть с детьми. Мы рассказываем детям о том, что существует загрязнение воздуха и как мы должны себя вести, что мы должны делать для того, чтобы это очистить. Мы знакомим детей и с художественными произведениями. Например, у нас есть объект музыкальная книга. Мы рассказываем о том, какие песни были созданы в годы, например, Великой Отечественной войны, о чем пели люди, о чем говорили в то время. И мы можем прослушать эти отрывки прямо непосредственно со страниц книги. Мы используем объекты пословицы и есть, когда они просто написаны, есть, когда они озвучены, есть, когда они представлены в виде загадок. В духовно-нравственном направлении воспитания мы можем использовать такие объекты, как проблемная ситуация, разбирать с детьми, хорошо это или плохо, на примере вот этих картинок. И объекты эти озвучены, может зачитать педагог, а может ребенок прослушать эту информацию, нажав вот там на маленькие треугольнички. Но мы с вами потом перейдем и посмотрим часть объектов. Есть объекты парные картинки, когда нужно сопоставить действия. Мы можем использовать интерактивные картины, рассказывая о том, как и чем нам помогают домашние животные. Это опять-таки мы говорим о нашем ближайшем окружении, о том, что нас окружает в сельской местности. Вот здесь объект «Закончили пословицу» интерактивный, объект «Сказки народов России» у нас очень интересно представлен. Мы взяли его в новый курс. В социальном направлении воспитания мы тоже составляем и рассказы по картинкам. И беседуем с детьми, обсуждаем, что такое речь, дружба, общение, для чего это нужно. Мы можем использовать хрестоматию. У нас есть интерактивные тоже, вот здесь видите, ссылки. Открывается полностью произведение, которое подобрано по каждой теме занятий. Вам не нужно специально это искать, здесь все собрано вместе. И можете использовать и стихотворные произведения. И есть активности, когда дети выбирают правильный ответ, расставляя галочку возле нужной картинки. В познавательном направлении воспитателя мы знакомим и с трудом взрослых, и о том, откуда к нам пришел хлеб, например. Как работают строители, рассказываем детям. И дети все могут это прослушать, посмотреть и принять участие в создании, если рассказываем о творчестве каком-то, в создании каких-то объектов самостоятельно. Здесь тоже по этим направлениям представлены и хрестоматии. Есть интересный объект «Золотое кольцо России», который рассказывает о городах нашей России, рассказывает о достопримечательностях, которые там есть. И вот объект «Проволка по весенним полям и лугам». Здесь передвигаемся по маленькой карте и видим, какие изменения происходят в окружающей природе рядом с нами. А дальше вы можете рассуждать, какие изменения происходят рядом с вами, в вашей природе. В направлении физическое и здоровительное, направлении воспитания, тоже есть объекты, есть о чем поговорить, кто каким станет, если он будет соблюдать какие-то правила, если что-то он не будет делать, что может случиться. О том, какие нужны нам качества, силы, быстрота, выносливость, кому они нужны, спортсменам, космонавтам, каким должен быть человек, что он для этого должен делать. И для этого вы можете использовать вот эти объекты, для этой беседы. И там у ребенка есть возможность выбора, и система ему подскажет, если вдруг он случайно выбрал что-то не так, подскажет, что попробуй еще раз и выбери правильный ответ. Мы говорим об органах чувств человека, мы говорим и о здоровье человека, что тоже важно. И у нас много физкульт-минуток, которые представлены по различным направлениям, и в том числе по патриотическому воспитанию. Здесь вы видите физкульт-минутка «Богатыри». В трудовом направлении воспитания у нас раскрыто очень много различных видов труда. Здесь представлена очень-очень небольшая часть. Мы говорим и о профессиях прошлого, и о современных профессиях, и о том, кому что нужно для работы. И здесь дети уже выбирают, подбирают объекты. Это своеобразное домино, когда они должны выбрать, что кому подходит. Мы говорим, помните, обсуждали с вами, что нужно рассказывать детям о знаменитых каких-то наших героях. Вот мы говорим о том, как происходит освоение космоса и знакомим детей с космонавтами. В области эстетического направления воспитания мы показываем детям, как я вам уже говорила, и монументальные скульптуры, и рассказываем, где они у нас в нашей России существуют. Мы можем прослушать и медиатеку, и прослушать знаменитые произведения российских композиторов. И можем познакомиться с картинами, которые представлены и собраны по темам. И представлена медиатека буквально в каждой теме каждого курса. По определенному направлению вам не нужно специально искать. Ну и, конечно, в темах занятий, в сценариях, они тоже присутствуют, картины. Мы знакомимся с народными промыслами, привлекаем детей к созданию самостоятельно своих узоров. Какие же ресурсы МЭО для подготовки и проведения праздников до школьно-образовательной организации вы можете использовать? Вот здесь, с правой стороны, на слайде, вы видите перечень праздников, на какие у нас есть объекты в нашей системе. Мы знаем, что перечень праздников теперь представлен в федеральной образовательной программе как рекомендуемой. И вы можете использовать наши ресурсы, вот, например, для проведения Дня Победы, для проведения Дня Космонавтики. Когда вы будете говорить о Дне России или, бывает, День государственного флага, поговорите. Летом очень интересный праздник, День семьи. И тоже вы найдете много интересных объектов, которые можете использовать в своей работе. На следующем слайде мы представили вам фотографии того, как использовались уже ресурсы нашими детскими садами, которые подключены к нам. Там, посмотрите, проводился телемост межрегионального значения с городами-героями воинской славы. Ветераны сидели в одном месте, а дети концерт представляли из разных городов. Это было очень интересно. Вы видите, что здесь есть интерактивные объекты у нас в книге. А вот, посмотрите, дети их уже создавали и потом дарили своим ветеранам уже прямо на месте. Это тоже было очень интересно и трогательно. Вот ресурсы МЭО используются для проведения досуговой деятельности. Уже студенты приходят в детские сады города Тамбова из колледжа и проводят вместе с педагогами викторину «Умники и умницы». И про это были новости, там у них регионального значения. А посмотрите, говорили они о богатырях, о защите Родины. Это тоже патриотическое воспитание. Использованы были в том числе и объекты МЭО в этом мероприятии. Хотим вам сегодня представить наш новый курс «Россия. Родина моя». Он сейчас проходит тестирование уже на завершающем этапе. И буквально через неделю мы ждем, что он будет доступен уже полностью для того, чтобы вы могли его приобрести. Цель этого курса – это патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста, развитие и формирование личности каждого ребенка в современной смешанной социокультурной среде. Курс ориентирован на формирование у ребенка личностной позиции, наследника, традиций и культуры будущего защитника Отечества. И, конечно же, он направлен на формирование патриотических чувств. Вот блоки курса перед вами, представлены всего три блока. Первый блок – «Наша Родина», второй блок – «Защитники Отечества» и третий блок – «Бережем традиции». Всего полностью курс содержит 16 занятий, которые вы можете использовать как последовательно, так и набирать по своему усмотрению в зависимости от тех событий, которые происходят в это время. Вы можете использовать частично, не полностью каждое занятие, потому что там они представлены как методические рекомендации. Вот содержание курса включает в себя интерактивные объекты, сценарии образовательной деятельности, как я уже сказала, которые подскажут педагогу, как проводить можно это занятие. Но в то же время вы можете выбрать свой путь проведения, исходя из тех объектов, что вы увидите. Каждое занятие содержит физкульт-минутку. Есть занятие, которое содержит подвижные игры народов России. Представлена методическая страничка педагога с художественными произведениями, с хрестоматиями. И есть дополнительные материалы для организации проектной исследовательской деятельности, для активации познавательной деятельности дошкольника и для проведения проектов по региональному компоненту. Вот, например, в блоке «Наша Родина» мы говорим о том, какая большая наша страна, какие города представлены в нашей стране. Мы рассказываем о праздниках, которые празднуются у нас, прослушиваем гимн России, знакомимся с гербом Российской Федерации, сравниваем их с другими гербами и говорим о том, что есть гербы и у наших городов. Также в блоке «Нашей Родины» мы рассказываем о том, что у нас есть столица нашей Родины, что содержится в нашей столице, какие есть достопримечательности. Дети могут стать экскурсоводами после того, как посмотрят эти материалы. Мы говорим, опять-таки, о красной книге, мы говорим о том, что у нас страна очень обширная, большая и что природа в ней разная. Есть у нас викторина, которая может быть использована на итоговом мероприятии. И есть объекты, которые подскажут, как изготовить, например, куклу. И не одну, а целых три. Мы в блоке «Бережем традиции» мы говорим о народных праздниках, играх. Здесь представлены игры, в которые вы можете поиграть. И есть музыкальные сопровождения, которые можете использовать при проведении этой игры. Мы говорим о видах музеев, рассказываем, какие музеи бывают, какие правила в музеях нужно соблюдать. Мы знакомим с музыкой народной, мы знакомим с музыкальными инструментами и можем не только на них посмотреть, но и послушать, как они звучат. В блоке «Бережем традиции» мы говорим и о пословицах, и поговорках, о народных загадках, о сказках. И можем послушать различные сказки народов мира. А в хрестоматии есть даже на народных языках представлены эти сказки. В блоке «Защитника Отечества» мы говорим о том, что были у нас защитники и раньше, знакомим с богатырями. Есть у нас и «Былина», которая предусмотрена федеральной образовательной программой, как произведение, которое прослушивают дети в дошкольном возрасте. Мы знакомим с тем, что такое и кто такие защитники Отечества. И учим детей разбираться в видах войск и что нужно нашим защитникам, какие они должны быть смелые, сильные, какими качествами должны обладать. Мы рассказываем об истории, о том, какая была у нас война, что было там. Мы рассказываем о праздновании Дня Победы, говорим о том, какие сейчас войска нас защищают. И очень интересная тема, выделена отдельно у нас, это «Защитники Отечества. 900 дней мужества». Мы говорим о блокадном Ленинграде, и здесь использованы объекты, которые стали победителями конкурса, который проводился у нас в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. И нам самим было очень интересно на это посмотреть, как наследники тех людей, кто были участниками тех событий, рассказывать своим детям о том, что произошло. И к нашему удивлению, они рассказывают не только о том, как трудно жилось в то время, но о том, какие животные были рядом и как они помогали людям пережить это время. Если вам интересно, можно запросить доступ к демо-курсу «Россия и Родина моя». Он небольшой, коротенький, но вы будете иметь представление о том, что говорится в вашем курсе, когда сами своими руками попробуете все это. В конце я потом на слайде выведу QR-код, по которому можно перейти и запросить демо-доступ на «Россия и Родина моя». Уже сейчас он доступен, и вы можете это попробовать. И также хочу вас пригласить на наши вебинары, которые будут в дальнейшем у нас проводиться. Вот сейчас я вывожу вам демо-доступ, а пока я сейчас переключусь, и мы с вами перейдем на платформу, я вам коротко покажу, я вам коротко хочу показать, как выглядит наш курс «Россия и Родина моя». Сейчас я включу звук. Вот курс «Россия и Родина моя». Он представлен тремя блоками, я их раскрываю. И если мы перейдем в первый блок, мы видим методическую страничку педагога. Посмотрите, здесь написано, о чем этот блок. А в правом поле мы видим активность, которую вы можете раскрывать. Они доступны для раскрытия и отсюда, и из самого занятия. И мы видим хрестоматии к определенным блокам с активными ссылками. И репродукции произведений, которые вы можете использовать на занятиях, раскрывая их на весь экран. Если их открыть в отдельном окне, они полностью развернутся на весь экран монитора. Если у вас это интерактивная доска, значит, это на полностью интерактивную доску. И переходим к первому занятию. «Россия – великая страна». Посмотрите, мы показываем детям, какая она большая наша страна, чем она богата. Это тоже все эти картинки разворачиваются. И дальше идут уже активные объекты, которые вы можете использовать в путешествии по России. Они озвучены. «Транссибирская железная дорога. Самая длинная железная дорога в России». Ну и так далее. Озвучены буквально все эти объекты. И ребенок, например, экскурсовод, может вам потом, прослушав это, рассказывать, над чем мы пролетаем на самолете. Вот здесь есть примерный сценарий образовательной деятельности, который педагог может использовать. Здесь задачи собраны, и образовательные деятельности, и задачи программы воспитания, и ход самого занятия, который вы можете использовать. И опять есть активные ссылки на те же объекты. И точно так же все это будет открываться, увеличиваться. То есть вы можете разными путями это открыть. А можете просто отсмотреть эти объекты и решить для себя, что вы хотите использовать. Например, я живу в Казани, я хочу показать такую красивую, хорошую, большую иллюстрацию, раскрыть ее. В России есть много красивых, больших городов, в каждом из которых живет более миллиона жителей. На Волге – Нижний Новгород, Самара, Казань. На Урале – Екатеринбург. Ну и так далее. И тут у нас про разные города есть рассказ, и про города-герои в том числе. И в правом поле есть дополнительные материалы. Вот, пожалуйста, мы отрываем и стихотворение можем прочитать детям, и вернуться как раз к этим городам. Потому что это дополнительный материал, мы предполагаем, что если все объекты использовать, то вы превысите допустимое санпином время. Поэтому дополнительный материал вы будете использовать в какое-то другое время после занятия. Вот физкульт-минутка, про которую я вам говорила. В каждом занятии она тоже представлена. Сейчас коротко просмотрим еще, допустим, государственные символы России. Вот здесь идет рассказ. Ну и дальше у нас не так много времени, чтобы сейчас подробно прослушивать. У нас очень интересный объект гимн России. Он знакомит с тем, что гимн России менялся на протяжении всего времени. И вы можете дать детям послушать от самого первого гимна, какой он был, до того гимна, который мы слышим сегодня. Это тоже очень интересно. И можно викторины даже для родителей придумать в какой-то момент сложные задания. Вот здесь мы сравниваем изображение гербов разных стран и флагов, в том числе России. Нужно найти герб, гимн, гимн России. Я отмечаю. И если проверить, система мне подсказывает правильно. Молодец. А вот объекты гербов других городов, которые вы тоже можете использовать в своей работе. И они тут озвучены. Тут есть и исторические гербы разных городов. Давайте посмотрим, что говорится о столице России. У нас есть и видеопрезентация. На высоком левом берегу Москвы-реки, на Боровицком холме, стоит Московский Кремль. Есть объекты Красной площади, которые у нас в центре города представлены. Это тоже можно всё увеличить. И ребёнок самостоятельно может прослушать, если индивидуально. Красная площадь. Как это называется. А вот этот объект, план Москвы, он интерактивный. Но ещё его можно распечатать и поиграть с детьми в экскурсоводов. То есть мы показываем Московский Кремль. Это озвучено. Московский Кремль. Древнейшая часть Москвы. Главный комплекс города. Официальная резиденция президента Российской Федерации. Ну и так далее, открывая вот все объекты, которые здесь есть на карте. И тоже увеличивая, что удобно, каждую картинку вам не нужно будет это искать. И в правом поле есть физкульт-минутка. А в сценарии вы можете посмотреть, что вы можете использовать. И вы можете ещё скачать карту. Нет, этот объект сейчас открыла. Вот карту схемы Москвы. Можно скачать, распечатать и даже в чёрно-белом варианте с детьми раскрасить. И по этой карте потом проводить, например, экскурсию. Когда мы с вами говорим о природе России, посмотрите, у нас есть карта с активными зонами. Есть красная книга. Я вам говорила, вот здесь говорится о животных, которые требуют внимания. Здесь есть объект очень интересный, крайний север. Тоже можно рассказать детям и показать, увеличив и ещё больше эти картинки. И вы можете потом с детьми использовать. У нас есть пазлы. Составить изображение правильно. Они тоже разного уровня сложности есть. На разное количество разрезаны. Тоже можно это использовать в работе. И здесь тоже есть фискульт-минутка. И рекомендации по работе с дополнительными материалами. Что вы можете использовать в работе с детьми. Народы России тоже очень интересный получился объект. Здесь мы рассказываем. И вот всё, что здесь написано, здесь озвучено голосом диктора. На улицах городов и сёла России можно встретить представителей разных её народов. И посмотрите, здесь тоже есть озвучка. Наша страна – Россия. Это самая большая страна мира. Это наша Родина. И дальше идёт знакомство с различными народами Российской Федерации. А ещё есть объект о традиционных занятиях народов Российской Федерации. Тоже здесь всё озвучено. Всё это говорится. И презентация «Национальная кухня народов России» тоже вызывает отклик. Такой очень всегда у детей. И проводят наши детские сады. Потом и готовят что-то их родители. Показывают, что они приготовили. Вот, посмотрите, «Мастерим народная тряпичная кукла» в разных вариантах у нас есть. А вот эти мастер-классы представлены участниками конкурса, который проводился на Лиге Педагогов. И здесь рассказывается о том, как можно использовать различный материал для изготовления кукол. Кукла Кань и вот казачьи обереги. И подписаны авторы этих замечательных кукол, которые предоставили нам право на демонстрацию этих мастер-классов. Тоже можете использовать. Давайте перейдём к другому блоку. У нас же с вами не один блок. У нас в России родина моя есть. Ещё бережём традиции. Мы разговариваем о народных играх. Посмотрите, вот я вам говорила, что есть народная игра, музыкальное сопровождение. Есть правила этой игры, есть картинка, которую вы можете демонстрировать и проводить, когда проводите, например, досуг какой-то по разным, так буквально, народам. Очень удобно, можно использовать. Вот рассказывается о праздниках, которые у нас на территории России празднуют разные народы. И есть физкульт-минутки, которые тоже подходят под эту тематику. И, конечно же, есть сценарий деятельности, который вы можете использовать и провести вместе с детьми. И рекомендации по работе с дополнительными материалами, которые тоже можно использовать. Хочу вам показать объект музея. Вот здесь мы видим, что представлены карточки, открываются, а они озвучены. И всё, что вы видите, текст, это озвучено для того, чтобы ребёнок мог сам прослушать. А потом вы с детьми будете вспоминать название музея, прослушать описание, и они будут отмечать, о каком музее говорится. В этом музее много картин разных художников. Ну, я предполагаю, что это такой музей. Видите? И это получается мини-викторина. А вот посмотрите здесь ситуации, как себя будут вести, что нужно сделать. И ребёнок тоже выбирает и отвечает, выбирает правильный ответ. И тут все ситуации поведения в музее разобраны, чтобы наши дошкольники были в курсе того, как нужно себя вести в таких общественных местах. Вот про народную музыку я вам говорила. Народные музыкальные инструменты. И вот они звучат. И вот вы их можете показать, и можно прослушать, опять-таки, о чём здесь говорится. И отдельно звучание музыкальных инструментов ещё послушать. И можно развернуть на весь экран, как я вам показала. Колыбельная песня. Что такое? Особенности колыбельной песни. Кути, кути. Кто поёт колыбельные песни? Какие поют колыбельные песни? Вашим ребятам вы можете посмотреть. Там ключевые слова я раскрыла. Это удобно для поиска при создании образовательной деятельности. И вот опять сценарий этой образовательной деятельности. И тут даже есть вот исполнители на музыкальных инструментах. Подставленные здесь. И открывается разным способом, получается. Вот народные пословицы и поговорки. Мы знакомим детей с пословицей. Что это такое? Она имеет прямой, переносный смысл. И слушаем их. Послушай пословицу. Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Попробуй объяснить её смысл. Проверь себя, прослушав ответ. Ну, а если сомневаемся, то есть у нас даже подсказка. Вот. Есть пословицы, которые можно прослушать кусочки и соединить их. С глаз долой, и с сердца вон. И вот я соединяю так все пословицы. Вот тут несколько вариантов таких пословиц. И другие пословицы тоже представлены. И в виде загадок, как я вам говорила. Буряцкая загадка. Стучу, голова болит. А не стучу, голодный. И она переворачивается. Вот ответ. Так что можно провести не одно даже занятие, пользуясь вот таким материалом. Посмотрите про народные сказки. Я вам говорила, что у нас они вот тоже интересные. Представлены сейчас, они прогружаются, они интересные. Их можно послушать, нажать, их к вам почитают. Посмотрите, здесь несколько таких сказок. И когда вы дослушаете до конца, вот эти вопросы станут активными. И тогда ребенок сможет прослушивать их и отвечать, да или нет. Русская народная сказка «Лиса и журавль» в обработке Александра Николаевича Афанасьева. Ну вот остановить ее уже не получится. Лиса с журавлем подружилась. Даже покумилась с ним у кого-то на родинах. Вот и вздумала однажды лиса угостить. Я сейчас перейду, чтобы просто остановить сказку. Мы сейчас до конца с вами ее не будем прослушивать. Хочу вам показать про народы России. Вот здесь рассказывается, какой народ. А дальше идет обычай, традиции этого народа. И идут еще даже сказки этих народов. И в конце идет викторина, которую вы тоже можете использовать в своей работе. Теперь сейчас, поскольку у нас уже не так много времени осталось, хочу вам показать еще один блок. Это «Защитники Отечества». Вот здесь мы знакомим детей с богатырем, с оружием, которое у него есть. Вот можно раскрыть и вот посмотреть, и даже послушать. Щит. Предмет вооружения в виде округлой плоскости из... Вы можете как раз поговорить о качествах богатыря. Послушать, как я вам говорила, можно были иноб Илье Муромец и Соловей-разбойники. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Собрался Илья Муромец в славный Киевград. Ну, идет она здесь четыре с половиной минуты, поэтому сейчас мы с вами слушать не будем. Вот можно предложить собрать сказочного богатыря в бой. Какое вооружение и защита ему нужна будет, обсудите. Как раз мальчики это очень любят делать. И скульпт-минутку богатыри мы можем использовать. И есть рекомендации по работе с дополнительными материалами. И вам различные подсказки, помимо сценария образовательной деятельности. Вот мы говорим с детьми о праздниках. Какие праздники мы празднуем. И переходим потом к тому, что мы говорим о Дне защитника Отечества. Говорим о том, какие у нас виды войск есть. Здесь все озвучено, то, что подписано. Мотострелковые войска. И мы говорим и про сухопутные войска, и про инженерные, про различные. И очень любят наши мальчики про это слушать. Им это интересно, какие у нас войска есть. Все изображения разворачиваются крупнее. Если отдельным окном открыть, то будет на все окно. Есть загадки о военной технике. Когда отгадают, пожалуйста, можете проверить. Можем с вами смастерить истребитель оригами. И тут все озвучено. Давайте посмотрим теперь День Победы материал. Мы рассказываем о том, как и что это было. И почему мы сейчас празднуем этот День Победы. Это презентация с озвучкой. Достаточно большая. Есть стихотворение, которое можно разучить с детьми. Его послушать можно. Майский праздник. День Победы. Отмечает вся страна. А потом вы можете использовать мнемотаблицы с детьми. Вот мнемокарточки, чтобы они быстрее запомнили. Майский праздник. День Победы. Отмечает вся страна. И попробуйте с детьми расставить вот картинки, нужные ячейки. Можем прослушать еще художественное произведение. Рассказ Левака, Силия, Сестра о войне. А потом последовательность того, что говорится в рассказе, вместе с детьми воспроизвести. И вот открытка для ветерана, которую вы можете сделать пошагово. А могут дети и сами сделать. Тоже здесь есть. И вот песни военных лет, которые можно послушать. Вот тут у нас несколько таких произведений. И сейчас коротко покажу то, что я вам говорила по поводу 900 дней мужества. Это интересный очень материал, собранный действительно из Ленобласти. Это победители конкурса. Они здесь представляют в различных вариантах то, о чем можно поговорить с детьми в эти памятные даты. Осенью 1941 года началась блокада Ленинграда длиной в 900 дней и ночей. В блокаде оказалось много жителей этого города. Дети, женщины, старики. Ну, я не буду сейчас, просто это достаточно долго. Презентация подобрана и очень удобно ее использовать. Можно развернуть вот на весь экран и с детьми обсудить. Вот это интересный тоже объект. Воспитатель рисовала песком и рассказывала. Враги перекрыли все пути. Город был окружен блокадным кольцом. И есть рассказ о Трезоре, который помогал и спас целую семью. И есть о животных, которые помогали во время блокады людям. Сейчас я теперь закончу демонстрацию и посмотрю, какие же у нас там с вами вопросы есть. Коллеги, значит, посмотрите, демо-доступ к курсу «Россия, Родина, Маяк» к коротенькому можно получить вот по этому QR-коду. Давайте посмотрю, какие у вас вопросы. А, ну, здесь не вопрос. Если сейчас какие-то еще есть, можете задать. Презентация будет у вас доступна. Вы можете ее еще пересмотреть. И вот, если вы не хотите нас потерять, пожалуйста, можно к нам обращаться через ВК-канал, Телеграм-канал. Вот сайт, на который вы можете перейти и тоже найти там различные ссылки для работы, которые вы можете использовать. Ну, жду еще, если какие-то есть вопросы, готовы ответить. Спасибо. Ссылку на почту. Смотрите, у вас будет потом в доступе презентация. И она будет выложена в ВК-канале и в Телеграм-канале. И вы можете... Сейчас назад слайд сделаю. Вот, либо по QR-коду перейти. И попросим тогда прикрепить ссылку под ВК и Телеграм-канал для перехода. Можно просто найти, набрать МЭО в детский сад. И вы в соцсети наши найдете. И тогда сможете не потерять, что называется, нас. И перейти для того, чтобы получить демо-доступ. Уважаемые коллеги, ну, если вопросов больше нет, тогда разрешите сказать вам до свидания. Поздравить вас с наступающим. Уже скоро совсем будет Новый год. У вас скоро там будут замечательные проводиться праздники. Пускай они у вас пройдут удачно. Ваши дети будут успешны. И растут, конечно же, настоящими патриотами. И будут относиться к нашему Отечеству бережно. И создавать много нового. Всего вам хорошего. До свидания.